всем всем здравствуйте меня зовут татьяна и я рада приветствовать всех кто заглянул сегодня ко мне в гости сегодня для вас решила снять полезное видео я хочу вам продемонстрировать вещи которые были связаны более четырех лет и они задержались в моем гардеробе и я с удовольствием их нашу мы посмотрим эти вещи как они выглядят на мне и поближе на столе что с ними случилось с течением такого длительного периода времени и длительного периода ношения я думаю что для многих из вас такое видео будет очень полезным потому что несмотря на то что рынок пряжи пестрит пряжи очень много тем не менее есть пряжа которая надолго задерживается в наших так скажем за кромах и это пряжа более бюджетная из которой которую можно найти везде и все то есть который мы можем спокойно вязать итак давайте начнем первая вещь которая сейчас нам не этот джемпер которому уже шесть лет связан он из пряжи семеновская искра здесь в 100 граммах одна тысяча триста шестнадцать метров 5 ниточек перематывали мы эту пряжу здесь 40 процентов шерсть 40 акрил и по моему 20 процентов метанин здесь легкое легкое мерцание есть у пряжи пряжа очень теплая с длинным рукавом джемпер очень красивый ажурный узор и рукав от прямой проймы сейчас мы поближе рассмотрим на столе это изделие и я вкратце вам еще немножечко расскажу посмотрим вещь поближе это вот такой красивый узор мельница не мельница не знаю мне понравился я с удовольствием его использовал вот такой узор значит у меня я не помню конечно сколько у меня ушло пряжи но это точно не по моему или три или четыре матка я покупала этой пряжи и вот в остатках то что у меня оставалось уже совсем немного я горловину просто обвязала веерочками и все потому что это уже просто были остаточки пряжи никаких нет катышков вот посмотрите боковые места это рукава ничего абсолютно изделие прекрасно выглядит несмотря на то что ему уже так много лет поэтому то пряжа вполне вполне подойдет то есть так как про пряжу который мы говорим не убиваем ну вот один из вариантов следующее мое изделие это туника связана она и из бобинных пряжи это первая покупка бобинные пряжа я покупал 4 артикула и вот эта пряжа была среди них очень мне понравился цвет такой необычный розовый цвет мне хотелось связать такую тунику я сделал акцент она просто вяжется здесь акцент только вот на этой ажурной линии по рукавам и после груди да так скажем не наталья она а-образного силуэта такая широкая слегка расклешенная очень нравится я с удовольствием ношу и здесь отделка горловины рукава и низ изделия отделана крючком это изделие из бобинной пряжи бобинная пряжа она конечно как правило чаще всего тоже является износа стойкой достаточно долгое время это пряжа вот она мне никаких сюрпризов не преподнесла за все время носки никаких катышков я не наблюдая на изделие я показываю специально те места которые чаще всего до 3 сайта рукава задняя часть и бока не че в тоже прекрасно выглядит если но она конечно мнется если она лежит в шкафу я с изнаночной стороны то есть слегка его проглаживаю и все и больше никаких особых так скажем нету хлопот с этим изделием да вот здесь веерочки после ажурной каймы и на рукавах тоже сначала мне здесь было просто ажурный ряд но все время закручивался изделие поэтому я его утяжелила обвязав крючком а это мое знакомство со слонимской пряжи это слонимский меланж здесь восемь нитей по моему или 8 или 10 я уже не помню когда я познакомилась с этой пряжи я в нее влюбилась и вязала очень много изделий некоторых уже просто не нет и одно из стиль это жакетик на пуговках здесь кнопочки у меня от линии груди немножко тоже расклешенный связанном сверху с регланом но здесь как бы такие вот косички но так как пряжа рябая здесь не особо был бы какой-то виден узор поэтому я и даже и не не задумывалась о том чтобы здесь что-то ляпать так скажем и здесь у меня я вот вот так сначала отсюда вязала но мне не понравилось горловина и я решила ее сделать выше стоечкой набрала от верха и вязала еще вверх поэтому не получился такой эффект обожаю просто этот жакет когда осень зима прохладное время года и да и зимой тоже я с удовольствием его ношу это один из моих любимых жакетов на это мой жакет и слонимской пряжи это первый мой жакет на кнопочках как же мне нравится игра вот этого цвета это бесшовное изделие но здесь вообще тоже ну вот здесь слегка на рукавах вот я вижу такие совсем незначительные карточки но это вообще нужно сказать ничего вот слегка на рукаве есть а так тоже вещь прекрасно носится из этой пряжи я вязала много из изделий себе и дочке мне нравится следующее мое изделие это кардиган колоски связан он из пряжи ализе ангора gold земли тоже очень люблю этот кардиган накинул пошел здорово вообще тоже есть легкое мерцание рукав слегка так скажем вот прямой и ничего не делается абсолютно тоже ему уже года четыре с удовольствием надеваю и тепло и красиво это пряжа лизе ангора gold земли я думаю многим известная пряжа вообще чудесно мне понравилось во первых работать с ней с этой пряжей в крючке единственное это пряжа не терпит ошибок то есть назад распустить просто невозможно я то есть как бы нужно четко набирать сразу такое количество как вам нужно и вязать потому что распустить нереально ну может быть у кого-то вот я что-то не помню наверное дочки да я вязала и что-то хотела немножко распустить меня так не получилось пришлось так исправлять но крючок до дело такое здесь можно начинать откуда угодно здесь от прямой проймы рукав и вот он прямой салют очень люблю этот кардиган тепленький и красивый еще вот такая есть меня кофточка в гардеробе связанные с бобиной пряжи в четыре нитки это тоже полу меринос ниточка тонкая но очень теплая на кнопочка с баской здесь регланная линия такая вот интересная и еще я использовала мережку но перед басками фотографиях увидите как выглядит эта кофточка это изделие тоже из бобиной пряжи вот эта пряжа слегка слегка она закатывается не видно но сейчас я найду где показать здесь вот вот слегка видно такие вот затертости есть закатывание здесь баска связанная теневым узором причем так получилось что я его вывела сама я нашла какой-то узор но стала вязать в общем он должен был быть шире по моему я вязала в лицевом и значит у меня получились такие вот ромбики интересный дом у класс и вот еще у меня по баски значит отделение по линии талии внизу и на рукавах это мне такая мережка немножко есть это пряжа немножко закатывается ну и завершу свой показ платье это зимнее платье ношу его зимой достаточно часто люблю это платье это платье связано из слонимской пряжи васильковый цвет очень красивый ран такое платье тоже ходила очень много в интернете несколько лет назад у колена я люблю именно вещи вот такие небольшие тут и платье красивого селькового цвета и слонимской пряжи вот ушла истина пряжа неубиваемая ничего абсолютно есть не не делается прекрасно вывязывается носится не вытягивается в ненужных местах ну и минимальное количество где-то если есть каких-то катышков абсолютно минимальные я показала вам маленькую часть своего вязаного гардероба но моя цель была именно показать вам вещи которые я ношу уже многие года и с этими вещами ничего не происходит они хорошо выглядят и поэтому я надеюсь что многим из вас моя информация была сегодня полезна при выборе пряжи особенно будете учитывать как она себя ведет потому что мы для нас вязальщиц это очень и очень важно ну а я вас всех благодарю за просмотр спасибо всем кто был со мной ну что ж желаю вам всего самого наилучшего новых творческих проектах но я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока